Петербург! Свобода! Рок-н-ролл! Песня касается. Мы тут занимаемся искусством. Это легко петь. Не стоит прогибаться под изменчивый мир и одновременно отплясывать гопака на честные президенты. А попробуй наоборот. То есть бывают придворные певцы, бывают свободные певцы. Свободному художнику всегда жить тяжелее, но интереснее. И может быть свободному художнику жить комфортнее. Не в том смысле, что комфортно, что тебя там возят на лимузинах, целуют в попу на каждом шагу. Комфортнее потому, что тебе не приходится лгать. Это очень хороший комфорт такой. Когда ты можешь действительно выйти и спеть там, где ты хочешь. И не петь там, где ты не хочешь. Вот. Добрый вечер. Заводка по микрофону. Сейчас нормально. Итак, друзья. Межгалактическая телерадио компания «Песня 21». Светлана Маклакова уже есть. Антон Казак. Отлично. Так вот. Межгалактическая телерадио компания «Песня 21». Друзья, в эфире. В эфире за звуковидеопультом Елена Пинчук. Привет, друзья. Я с вами. Да, вот Лена с вами здоровается. Татьяна Кондраткова. Татьяна Кондраткова. Всем привет. Всем привет. Антон Казак. Привет, ребята. Светлана Маклакова. Привет. Рада всех видеть. Пишите, как видно, слышно, друзья. Нужно ли там громкости прибавить или убавить? Тише, громче. Может, веселее чего-нибудь. Мы рады вас видеть. Прошла неделя. Рады видеть ваши комментарии. Да, ощущать вас. Мы без вас скучали очень. Пишите, как видно слышно. Наташа и Вольня. Да, Deutschlands. Guten Abend. Ja? Привет, пишет. Вот. Очень приятно. Наташа и Вольня, да. Сейчас посмотрим. Билета ВС присоединилась в Фейсбуке. Татьяна Ольга Заславская смотрит. Слава Егоров присоединился. Это я тут по своим гаджетам подглядываю. Галина Польских, Германия, с вами. Да, Галина, привет. Антон Казак пишет. Слышно хорошо. Очень хорошо. Ты сможешь начинать, в принципе, да? А в Фейсбук напишите нам, как слышно. Слава, напиши, как там видно, слышно. Так. Я тут контролирую. Татьяна Кондраткова пишет, что слышно хорошо. Смирного. Александра на месте. Я пришла, можно начинать. Я даже знаешь, какую-нибудь песню хочу сказать. Про того, про кого... Ты пришла, Сашка, значит, очередь не прошла. Наступила. Инна Ирина на месте. Привет, привет. Здорово, слышно. Отлично. Так. Ингель Маландия, кто у нас там? Матвей. Матвей Митью. Митью. Да, вот сразу по значку видно. Он тут спрашивал. Матвей спрашивал, когда же будет нормальная запись песни про Ингрию. Он очень хотел скачать, но пока нет у нас, Матвей, ресурсов этих. Не, но пока давайте пользуйтесь тем, что у нас есть видео запись. Видео он уже посмотрел и хочет теперь запись. Вот можно объявим этот самый набор средств. Да, если все Ингер Мангландцы по чуть-чуть скинутся, то мы наш Кребем Матвей. Матвей, давай такой же главный по сбору средств. Вот. В принципе, есть точки неплохие в городе, где можно минус сделать по-человечески. Вот. Буквально в двадцатку уложиться можно. Вот. Вот. Музыканты сыграют, типа, как волонтеры. Бесплатно. Катя Бубнова, отлично студия собирается. Так. Ксения, Ксюша Горелик видно там. Да. Таня Шашкова присоединилась. Здравствуйте. Михаил Великанов присоединился к нам. То есть пригород. Михаил Великанов. Как ему далеко до нас. Мариана Абрамовна Ханукова смотрит. В общем, планета собралась. Да. Илья Панфилов в ВКонтакте. Ага. Ксения Горелик. Видел? Да. Видно. Она не одна там, я чувствую. С наступающим летом пишет Святислава Маклакова. Софья Бетехтина присоединилась к нам. Софишка, здравствуй. Да. Привет. Театральные круги с нами. И около театра. Ну, давайте что-нибудь начнем петь. Слушай, пока я не забыл. Давайте я вот сразу... Так. Я сразу жахну. Друзья, я хочу просто всех первым делом поздравить с удивительным событием, которое случилось. У нас много всяких разных событий случилось на планете. Но вот общепланетарные события... Правда, американцев что-то не вижу. Ни американцев, ни канадцев. Где вы? Ну-ка, ребяток. Яна Шницер, Максим Калиниченко, Елена Прудникова. Она, кстати, песню у нас заказывала на середине жизни. Отлично. Сделаем. Вот. Так вот, буквально... Вчера было это событие? Какое событие? Илон Маск. А, да. Вчера. Нет, 30-го. Вчера, да. Вчера 30-я. Вчера, друзья, можно сказать... День космонавтики. День частной космонавтики наступил. Понимаете? Космонавтика перестала быть делом таким государственным, когда там с последнего крестьянина отбирают последний кусок хлеба в продразверстке, да, и там недоплачивают пенсию, воруют пенсионеров и фигачат куда-нибудь туда, куда государственные деятели безнарно их тратят. Понимаете? Вот. Когда... А вдруг случилась мечта. Вот этот пацан, вот, ему было... Я уже в первый класс ходил, когда Илон Маск родился. Понимаешь? Вот. Он... Токмар родился. И... Родился где-то в ЮАР. И давай. Давай, да. Поехал в Америку. И если бы он приехал в Россию, представляете, у него было две с половиной тысячи долларов. Вот. У него было две с половиной тысячи долларов, он открыл дело. Леночка Аршавская, привет, вижу. Вот. И за эти две с половиной тысячи долларов с 95-го года он сумел так прокрутиться, затеять бизнес и потратил его. Не мерялся, как наши придурки меряются длиной этого яхта своих. Понимаете? И Дворцов не быкует, а он буквально ночевал там в офисе у себя с инженерами, с учеными. И у него воплотилась мечта. Он самолично запустил сначала челнок на этот самый... на Марс, в направлении Марса, самую большую ракету. А сейчас он запустил астронавтов вот на межконтентальную станцию. Причем как? Экологически круто. То есть у него первая ступень, она не просто там отваливается от ракеты и летит кому-нибудь на детский сад там, на кого попадет, понимаешь? Вот. Ну, иногда в океан, иногда и на поле с кукурузой. А просто это фантастика. Эта штуковина приземляется на платформу в океане. Представляете? Понимаете? Мало того. Эта же не платформа названа ни Тополь, ни Буран, ничего. Девчонки, напрягитесь. Мальчишки. Ну, мальчишки тоже. Платформа называется «Я все еще люблю тебя». Так называется платформа. Представляете? «Я все еще люблю тебя». Романтика. Да. Понимаешь? Бизнесмен, черт. Миллиардер. Вот. Это опускается первая ступень. Понимаете? С тем, чтобы она была использована вторично. Третий раз. Ну, ничего. Деньги-то свои, собственно. Понимаете? Причем с точностью прям до метра. Запидурил чертику, да. И с точностью до метра приземлилась. Так что, друзья, я всех поздравляю. Да, потому что достижение в космосе – это наше общее достижение нашей планеты. Да, Южная Каролина смотрит и слушает. Поздравляю, да, Светлана. Вот как раз об этом мы и говорим. Так. Отлично. От Америки только одна Ефремова. Света Ефремова, да. Мария Волошина. Почему? Да? Волошина с нами? Да. Отлично. Смотрит Олеся Реута. Ольга Хорок. А я сейчас не вижу. Она в ВКонтакте, наверное. Это я пишу, они присоединились, но они просто не написали ничего, поэтому ты не вижу. Ольга Яненко, Станислав Дьяченко, это в Фейсбуке. В ВКонтакте Евгений Самохвалов. Я могу об этом еще долго говорить. Михаил Тарабаров, присоединились. Иван Чехлоевский. Даже Санкт-Петербург тут станет. Да. Друзья, я могу об этом еще много говорить. Это романтическое такое событие произошло. И экологически правильно. И для нас, для всех, для всех живетелей планеты очень важное. Потому что нам придется встречать этот, как это называется, апоссум, который летает вокруг Земли. То приближается, то удаляется. Астероид, который может все разбить чертой матери. Мы должны над этим думать. И пока вот впереди пацан, который на 7 лет меня младше. Я ходил в первый класс. А он взял вот, пожалуйста, и дюрил такое дело. Сам. Сам. Причем мы... Куда? Ну, Гарвардский университет. Куда он поступал? Зато ты песен хороших. Ну да. А не знаю. Может он тоже написал. Надо с ним посоревноваться. Я вызываю его на тренинг. Кто больше песен? Не надо. А то он тебя вызовет, кто больше ракетку запустил. Придется мне запускать ракету, что поделаешь. Да. Так. Итак, по-моему, первый, кто из заказчиков засветился, это была... Света Маклакова была, но она ничего не заказала. Кто? Наташа Ивонина. Да, вот. Германия. Она просила песню «Пятилетние дожди». Друзья, пока не начал Михаил петь, я вас прошу, поделитесь этой трансляцией со своими друзьями. Нажмите кнопочку «Поделиться», рассказать на своей страничке, чтобы больше у нас было зрителей. Да. Потому что кто-то сейчас первый раз видит этого Новицкого, пресловутого, которого вы и так знаете, а кто-то для себя откроет. Вообще, напишите, кто меня первый раз вообще в жизни видит? Вот. Хорошо? Вдруг кто-то действительно первый раз это делает. Мне интересно. Нам это интересно. Песня «Летние дожди» по заказу Наташи Ивониной. Осталось добавить, что автор текста не Михаил Новицкий, я украл эту песню, у Семёна Кирсанова. Вот. А музыку я украл у Марка Минкова. Вот они. Однажды я хорошо очень спела. А исполнение от его Аллы Пугачевой? Нет. Исполнение, ребята, моё. Я даже сам не знаю, как буду петь. Эти летние дожди… Эти летние дожди… Эти радуги и тучи… Не от них, как будто лучше… Будто что-то впереди… Будто будут острова… Необычные поездки… На цветах росы и подвески… Вечно свежая трава… Будто будет… Будто будет… Жизнь как-то… Где давным-давно… Я не был на душе… Как в синем небе… После ливня… Чистота… После ливня… Чистота… Ну, а помнись, рассуди, Как непрочны, как летучи Эти радуги и эти тучи Эти летние дожди Нет, не будет, нет, не будет Жизнь, когда Где давным-давно Я не был на душе Как в синем небе После ливня Чистота После ливня Чистота КОНЕЦ После ливня Чистота КОНЕЦ 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 Дальше Да, вечи Чтобы друзья Из гимнодвора Тоже Ознакомились С нашим удовольствием И с нашим удовольствием Вишут, что сегодня звук нормальный Хороший Да, я вижу И присоединились к нам Игорь Рюновкин Михаил Шнейдер Татьяна Маркова Александра Садовская Депигала Рунетова Светлана Забенкина Очень приятно Забенкина Игорь Конек Наш друг присоединится Мы поздравляем Игоря С поздравлением нашего администратора А еще, ребята, вы видели В начале заставочка такой фильм Это отрывочек Это отрывок из фильма «Не дня без подвига» Который о Михаиле Новицком В самой группе «Стопа-бай» В «Зеленой волне» Снимал наш оператор Режиссер Максим Горского Он недавно болел И сейчас уже вышел из больницы Очень жесткого и жесткого пневмония Восстанавливает силы свои Так что пожелаем ему здоровья И ждем от него новых видеоматериалов Мы будем вам время от времени Показывать отрывки Если не возражаете Александр Зайцев присоединился Наталья Ивонина поделилась И пишет «Спасибо, Михаил» Спасибо за поделину Изияуддин Сулейманов Классы прислал Юрий Ельский снова с нами Привет, Юра Привет Михаил Кузьмин Ну что, мы продолжим заявочки выполнять? Подолжим Ну слушай Тут значит Есть ли у вас, Михаил, пожелания? Что вы хотите? Я увидел, что Смирнова Александра Тут возникла Александра Смирнова обещала И после такой лирической композиции Если Смирнова, конечно, будет делать перепосты нормальные Александра Смирнова Александра Смирнова Да, Александра Смирнова Ну Она, помню, заказала песню про того, которого всех боится Да Про цатцу она Про цатцу А, про цатцу Хорошо, про цатцу Она будет подпевать Дело в том, что... О, Алена Крымова присоединилась Присоединилась А где Серега? Вот Серега там? Вот они, да, и че Празднование день рождения Сына Смирнова Александра Смирнова Андрей Васильев Присоединилась Про цатцу Значит, что у нас происходит? Мы начали с новости международной Что действительно Илон Маск Запустил корабль космический Частный свой Ага, про царька по-своему Знаю, догадываюсь Вот А вот царек паскодный устроил Вот что в Москве А может и не царек То есть на самом деле Черт-те что там происходит В этой Москве Вот Я так и не понял Там какие-то ребята В форме милиции Или полиции Я уже... Плохо видно Ах, у него хоккей Хорошо Ну, зачем ему хоккей Так вот Эти ребята У Крымова хоккей Значит, эти ребята Переодеты в форму полиции Значит, таскали Значит, куда-то в кутузку Какую-то Тоже декоративно Очевидно Московских журналистов За то, что За одиночные пикеты Я думаю, что это все Как сказать Это все... Ряженые Ряженые И те... Ну, журналисты настоящие Но им надо как-то Хайп ловить Вот они нарядили Чуваков каких-то В полицейских Они это скажут Почему я так думаю? Потому что Они пишут Что полицейские Их забирают И ни одной фамилии Полицейского Не указано Понимаете? Ни одной Хоть бы там Пупкин майор Там Или Холупкин какой-нибудь Вот Ничего Как мы потом Будем отличать После того, как смеется режим Он же смеется Когда-нибудь Как мы будем отличать Козлов от Не козлов Понимаете? Вот Как-то надо это все А ведь есть не козлы А ведь есть не козлы Есть не козлы Да, вот Например Там Наверное в следующем Переливании Да, в следующем Я скажу А пока Песня про Цацу По просьбе Александры Смирновой Только подпевать Все подпеваем По Москве безлюдной Черный мир мчится В нем царек паскудный Едет и глумится Все поперекрыли Вымерла столица Мало чего случится Путин все боится Цаца Боится Цаца Боится Цаца Пока мы шагаем Жались ягодицы Страшно облажаться Страшно обмочиться Руки пожимают Вражеские лица То ли балка рухнет Только кипич свалится Цаца Боится Цаца Боится Цаца Еще раз Боится Цаца Цаца Деньги и дочурок Сплавил за границей Мало кто из чурок Вздумает, жениться Цаца Титульная нация На Руси Полиция Где тут демонстрация Путин всех боится Цаца Боится Цаца Боится Цаца Цаца Боится Цаца Боится Боится Цаца Цаца Боится Ни собак, ни кошек, ни череп, ни птица Все охрестовали, Путин всех боится Скоро срек срок дюремный, вот он и глумится А вот что случится, Путин всех боится Нам все подпевают, Лариса Павлова, Александра Смирнова, Инна Ильина А подпевают все нам цаца, я думаю еще кто-то подпевает Вот, а Светлана Ефремова пишет Поздравьте нас, ребята, Южная Каролина открылась, мы вышли из карантина Сегодня была в ресторане, ела стейк Открылось все, парки, тренажерные залы, массажные салоны и парикмахерские Все магазины Ну, короче, все у них открылось Я, конечно, мы поздравляем Рестораны, ура, но нас еще просят носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию Вот именно Просят, но не приказывают Вот Да, как бы, руки мойте в любое время Даже если нет коронавируса Руки надо мыть передозу, надо чистить, ноги тоже надо мыть Ноги надо мыть даже чаще, чем руки Вот, друзья Саша, я жив, присоединился и поздравляет нас с последним днем весны Да Вот Спасибо Ну, что, можем еще исполнить что-то Я думаю, что по мере того, как наши После вот этого процессу Вот, видишь, как хорошо, как приятно, когда вы друг другу, по счету Олега Заславская, поздравляет Южную Каролину Поздравляйте, друзья, все Южную Каролину и перепочивайте наш эфир Таки, таки да 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 Я думаю, что самое время нам Славю заказ выполнить Потому что после ЦАЦа начать такое Про любовь Да Слава Егоров заказывал песню «Я тебя полюбил» Слава, ты с нами, тебе хорошо видно, слышно Сигнализируй, будем исполнять твой заказ Если я просто так И не двинув плечом Поднимусь над землей Не подумав, прокрыли Гравитация, будто бы мне нипочем Ты с ума не сошла То тебя полюбил я Я тебя полюбил Я тебя природнился И теперь в облаках Точно рыба полыру Столько раз, столько раз Этот сон только чнился А теперь наяву Все теперь наяву Я тебя полюбил Если ты просто так Просто рядом идешь Или просто летишь Над дорогою пыльной Я готов мир простить Он безумно хорош Я с ума не сошел Кто тебя полюбил Я тебя полюбил Я тебя полюбил Я тебе природнился И теперь в облаках Как точно рыба полыру Столько раз, столько раз Этот сон только чнился А теперь наяву Все теперь наяву Я тебя полюбил Я тебя полюбил Я тебя полюбил Если мы просто так Мне так непросты Тянут руки мосты Между сказкой и былим Я тебя загадал В час, когда две звезды Вдруг старые битвы сошли Я тебя полюбил Я тебя полюбил Я тебя полюблю, я тебе природнился, И теперь в облаках точно рыба плыву. Столько раз, столько раз, только снился, А теперь на юг, всё теперь на юг, Я тебя полюблю. Я тебя полюблю. Я тебя полюблю. Спасибо, Михаил, вам все аплодируют. Слава Егоров пишет, Михаил, спасибо, песня супер. Наталья Игонина подпевает, Матвей пишет душевно, к нам присоединилась Нателла Болтянская. Нателлочка, привет. Привет. Игорь Котляров, Сергей Стародубцев из-за моря присоединился к нам вдруг. Ну, давайте тогда мы переключимся опять из лирической темы на следующую новость, которая нас подхватила, ну, так или иначе заполнила информационное пространство. Может, не сильно, но у нас свои новости, не только такие хорошие, но есть новость плохая. Путинцы добили таки всё-таки Сергея Махнаткина. Вот, путинские полицейские, да. Он, конечно, успел некоторое время побыть на свободе, но, в принципе, они его добивали, добивали долго. И Сергей Махнаткин, я о нём услышал первый раз, какого-то 31 декабря, он шёл по улице с апельсинами, с шампанским, приехал он из Твери. Он отличный человек был. Ну, это раньше была такая акция, стратегия 31, когда древ с первого числа. Защищаясь на 31 статью Конституции. Вот, я вот на 31 числа приехал в гости из Твери к какому-то самому другу, но не хотел сразу ломиться к нему домой. А вот, он зашёл в какую-то кафешку, там, на выходе из кафешки, он увидел, как козлы в полицейской форме мутузят женщину. Вот, он их окликнул, они его избили, закинули в автозак, там долго били, колотили. Потом, утром первого числа отпустили. Так вот он стал оппозиционером. И потом, время от времени, его сажали, сажали, били, издевались. И вот, у меня сейчас возник, не у меня, а у кого-то там, другого возник, но я подхвачу эту мысль. Есть у нас список Магнитского, список предлицов Магнитского. Тех, на кого распространяются санкции. Санкции ведь распространяются не на дяде Васю Сантехника, а на воров, настоящих воров и вредителей, и на бандитов нашего, нашей страны. Или, скажем так, да, и есть список доверенных лиц. Это тоже такой список подонков из культуры и так далее. Какого бы пола ни были, они соучастники тех убийств, которые совершил, тех преступлений, которые совершил тот, чьи они доверенные лица. Надо бы сделать список Махнаткина, друзья. И я очень протестую против того, когда журналисты пишут, вот какие-то полицейские, затащили в участок. Какие полицейские? Почему-то всегда есть фамилия жертвы, и никогда нет фамилии. Очень редко бы встречаются фамилии. Как мы будем отделять? Ведь действительно существуют какие-то позитивные вещи. Я посмотрел в интернете. Андрей Ямаев, по-моему, я не ошибаюсь. Андрей Ямаев на Енисея Давича. Полицейский. Полицейский, да. Полицейский. Вытащил из Енисея, рискуя жизнью, понимаете, вытащил из Енисея ребенка. Тот упал, куда-то понесло его, уносило, и он поплыл за ним, вплоть в течение, схватил и вытащил. Их схватило ему силы самому спастись, этого ребенка спасти. А тот какой-то в Архангельске Андрей Морозов отличился недавно, спас аж трех женщин. Причем он был не на дежурстве. Не на дежурстве, он уже ехал с работы, то есть мог проехать мимо, не мое дело. Как многие. Да, как многие. Я тут однажды преследовал этого самого преступника и видел полицейского, который стоял возле метро. Говорю, давай догоним это самое. Блин, это же не важно, что там было. Он, так нет, это нельзя здесь. Я тут вот это. Он там шмонал узбеков, да, грабил потихоньку. И был на месте. А вот преступника подогонять, хренушки. Или так вот ездишь в электричке, они ведь тоже сработали на его пост. А вот этот архангельский, да, Андрей Морозов я озвучу еще раз. Он вытащил, ехал с работы, увидел загоревшийся дом, вытащил женщину с коляской, подростка вытащил, 12-летнего. А потом еще залез в этот дом дымящий, горящий. Оттуда нашел еще 45-летнюю женщину и тоже вытащил. Трех человек. Так что нам нужны сведения о том, где козлы, где не козлы. Понимаете, среди полицейских есть не козлы. Есть такая тенденция, что есть не козлы. Нам надо точно знать, где козлы, где не козлы. Поэтому нужен список Мохнаткина. Тот, кто издевается на славу, кто бьет женщину в грудь на митинге. Кто нарушает права человека. Естественно, это козлы, и у нас должен быть четкий список козлов. Понимаете? Это еще не 37-й год, Антон. Это еще не 37-й. Это еще не пипец. Но, мне кажется, журналисты, блогеры, которые не называют фамилии козлов, преступников, они их поощряют, а те в это время себе новые лучки, новые звездочки. Поэтому памяти Мохнаткина Сергея, я думаю, что будет правильно. Не полетела звезда спеть, и не братья звездам улетают, а прячь в честь стихотворения. О, Карина, привет. Для тебя есть специальность в песне сегодня. Карина пишет, список Мохнаткина нужен. Список Мохнаткина нужен. Марина Абрамовна пишет тоже, список Мохнаткина, да, это нужно. Менты и судьи продолжают убивать людей невиновных и сейчас. Козлы получают лычки, а приличные менты не получают ничего. И те, кто не называют фамилии ментов, преступников, те поощряют преступление и подтягивают тот самый 37-й год. Если так дальше будет ситуация происходить, то запросто ваш ребенок может выйти на улицу, его будут насиловать на ваших глазах и ничего вы не сделаете, понимаете? Такое у нас уже было. Телефон отбирали менты, просто грабили, забирали кошельки, просто на улице у меня такое было. У меня всего хватило отобрать свой кошелек обратно. Это было все, причем не из нашего района менты. Звонишь в полицию, типа, ну это не наша машина. Говорят. Не те братки. Не те братки, да. А менты реально, тебе кошелек отбирали, видишь? Вот именно стишок нужен, давайте я его прочту. Нужен список пишет. А, нужен список, да. Но стих тоже будет. Поэтому я посвящаю это стихотворение, это прочтение. Максим Горсков присоединился. Привет, Макс. Посвящаю Сергею Мохнаткину. Я хочу знать фамилию Хряка. Он в скафандре. С дубиной. Без знака. Бьет сограждан, рычит как собака. Журналист. Зафиксируй мне Хряка. Кто такой? Рота, звание, бригада. Год рождения, погуглим. Так надо. Номер паспорта, дача, квартира. Я бы встретил его без мундира. На охоте, в лесу, на рыбалке. Когда нет с ним резиновой палки. Когда нет за углом автозака. Ты фиксируй. Фиксируй, однако. В выступлении. Не зная позора. Это стадо пластмассовых взора. Бьет старушек. Бах валится силой. Ты фиксируй, дружище. Фиксируй поголовно. И разом всю стаю. Одноклассники. Пусть их узнают. Пусть во след им девчонки плюются. Пусть их дети от них отвернутся. Лжесвидетелей. Судей без чести. Зафиксируй. Они не на месте. В фас и в профиль. Сними эти лица. Пригодится твой труд. Пригодится. Спасибо. Светлая память Сергею Махнаткину. Да. Мы его будем помнить. Это был действительно несгибающийся. Несгибающийся. Ну, просто он был человек. Он был человек. Достойный, да. Человечный человек. Ну, процентовку, да. Матвей пишет процентовку. 8% полицейских. Козлы. 15% просто так. И 5% героев, уважаемый парень. Слушай, мне кажется, на самом деле, может быть, да. Матвей, надо вот эту статистику, может быть, провести по регионам. Мне такое ощущение. Ощущение такое, что в зависимости от региона, там тоже такая история. Одно дело, когда ты, когда их понавезли откуда-то, из Бурятии, например, да. Отличиться на московских площадях. Они не уважают этот город. Они идут по цветам, по газонам, по кустам. Обломают им плевать, плевать на людей, плевать на эти газоны, плевать на эту Москву. А другое дело у них там в Бурятии. Там же в Бурятии они же могут вести себя так достойно, могут даже кого-нибудь спасти. Потому что их там знают. Их там поймают в лесу. И объясняют, что как нехорошо ты поступил. Вот в чем дело. Вот. Я думаю, что подсветовка может быть всякой. Но явное дело, что козлов очень много. Очень много. Вот на личном... Может, мы, смотряем, ошибаемся, но на моем жизненном пути очень много козлов я встречал. Ну, очень много. Прямо... Куда он прячет рога-то? Непонятно. Под шлемаком. Как они-то помещаются у него. Сладываются, что ли? Вот. Ну, ладно. Эту тему проехали. Поехали дальше. Нам надо песни петь. Да. Ну, мы что, про любовь или про убийство? Слушай, а давай... Вот у нас тут... Крымов явился, не запылился. Какие я приеду? Привет, Сергей Крымов. Забил голову-то? Голов забил или не забил? Не тех голов-то забил. Я предлагаю... Вот тут у нас Марьяна Абрамовна заказывала Ханукова. Песню в прошлый раз просила очень несегаля воду. Она вспоминала, как мы ходили. Ага. Если дашь мне воды, Лена, так я... По маршу был. Спою про воду. Да, когда мы были на... Ну, не на одном марше, честно говоря. И мы пели эту песню... В общем, всех запуском ракеты... Ваши дороги, друзья... Песня оппозиционная. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Тебя заберу в светлый терем С балконом на море Всё равно я отсюда Тебя заберу в светлый терем С балконом на море В какой день недели В котором часу Ты выйдешь ко мне Осторожно Когда Я тебя на руках Унесу Туда Где найти невозможно Украду Если кража Тебе по душе Зря я Столько сил Распазать Соглашайся Хотя бы На рай В шалаше Если терем С дворцом Кто-то занял Кто-то занял Спасибо 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 Мы благодарим Силию Горелик За такой прекрасный заказ Давно у нас не исполнялись Песни Владимира Семеновича Высоцкого Вот Ну Настала их Матвей даже Не только девушки Матвей подпевает Видишь Да Наташа Ивановна заслушалась Спасибо Значит у нас Засанец любопытный Присоединился Очень хорошо Ребята Ну раз такое дело Давайте сейчас быстренько Немножко на рекламу посвятим Времени Хорошо У нас 25 июля Если все будет в порядке Нет А что Или ты что Про Высоцкого 30 июля Спектакль будет 30 июля Да А 25 по возможности Мы у сфинксов соберемся Да 25 у сфинксов Но 30 спектакль Наш Высоцкий Где надеюсь Мы уже встретимся вживую Мало того Если Когда я тебя на руках унесу Это будет Сейчас скажу где Это будет На хуторе елки Елки Палкина Где ели Где ели Где будет Это будет Как вы числами выступаем Значит друзья На июль У нас такие планы Мы будем тусить в Карелии 4 июля Спектакль Маленький принц На хуторе елки В 17 часов Можно приезжать Отдохнуть с детьми На природе Уже вроде открыли Рускеалу Все это Парк открыли Но там еще ограничения есть Но надеюсь К июлю Должно уже вообще Все Какие ограничения На байдарках Там сказано По парку Гулять в масках Это смешно Там полицейских Если он там появится То Он так же там исчезнет Ну короче 4 июля Спасибо Будет спектакль Маленький принц 18 июля Там же на хуторе елки Большой Электрический концерт Оркестра зеленой волны И Михаила Новицкого Большой концерт Хороший будет Всех туда приглашаем И 8 августа Там будет проходить Фестиваль настроения На котором тоже Михаил будет выступать На разогреве Сургановой Ну что правда? Мы еще посмотрим Кто у кого Разогревает Не ну когда-то Сурганова Да Они были девочки Ну и 30 июля Запланирован спектакль Музыкальный спектакль Наш Высоцкий На Пушкинской 9 Все это можно будет Увидеть у нас В интернете На наших страничках Все найдете Вот А в Русскеалу Там у них на сайте Билеты продаются Мы очень надеемся Дело в том Что вы Марьяна спрашивает На самом деле Не надо расслабляться Эти придурки решили Отменить Этот самый Самоизоляцию В самой высокой точке Когда мы достигли Они говорят Что платы мы достигли Хрен его знает Вот Макс Например С этим Не согласен Горсков Да Что мы достигли Плата Мы достигли Ну в смысле Пика Я думаю Что у нас еще Все очень плохо Спасибо Ксюша У нас все еще Очень плохо Поэтому А то что нам Власти говорят Надо В одно ухо влетело А в другое ухо Вылетело Берегите себя Берегите близких И опять же Мойте руки Если есть Тесна Вы не жтите Что команда Вот все Они всегда В магазинах Одеваетесь Если говорят Не берите гречку Берите гречку Если говорят Не покупайте доллар Значит покупайте доллар Значит Если они повысятся Значит точно повысится Вот С точностью наоборот Они делают все С точностью наоборот Наоборот Поэтому Берегите себя Я думаю Что мы все таки В июле Наверное Более менее Будем свободны Особенно Приводим Договорились Не будем Загадывать Переплюнем Но планы У нас такие Поехали Верше Вот Я предлагаю Может быть Нам исполнить Заказ Тани Шашковой Она просила Песню Снимается Кино И я видела Что она была Здесь Танечка Напиши нам Точно Она там Может ее нет Ну она была Если не ушла Никуда Ну хорошо Будем предположим Что если она Да была Танюша здесь И она хотела Песню Разнимается Кино Песня написана Во время съемок Фильма Дух леса Который вы могли Посмотреть В Митерон Странички Медавра И можете еще Посмотреть Мы же В телевидении Такое Свободное Тарелка Хлоп 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 Хрясть И вот Работа Понеслась Включает Лампу Светалик Актеры Ждали Этот Миг Еще Не найдено Зерно Кто Где Стоит Нерешено Текст Потерялся Где-то Но Мотор Снимается Кино У нас Снимается Кино У нас Снимается Кино Пошла Невеста Не к тому Она Любила Шаурму А вот И Нижнее Велье О Жизнь Моя О Ё Моё Объятие Раз Объятие Два Вот Так Не так Где Голова Что В кадре Делает Гремер Удары Молнии Тобор Что Это Дождь Нет Это Град А Спасы Скорее Аппарат Стоп Снято Классный Дубль И трек Нажать Забы Кнопку Рэк Уже На улице Темно Уже Орать Запрещено Пусть Наснимали Мы Оно Монтажных Сделают Кино Вот Так Снимается Кино У нас Снимается Кино Дадут Нам Звание Виноград Нас Режиссер Похвалит Гад Он скажет Всех Люблю Подряд Но Пока Нам Мат Мат И вот Последний Кадр Снят Друг Дружку Все Благодаря Страдали Месяц Мы Фигней Страдали А вот Расходимся Родней А что в кино Там Некий Дух Всех Победил Спас Один Дух Она Вернулась Кимоно Страдали Очень классное Кино Оно Снимается Кино Оно Снимается Кино Спасибо, Михаил. Игорь Фомин присоединился к нам. Игорь Фомин присоединился, все приветствуют. Елена Аршавская хочет услышать, наконец, песню «Актриса». Вроде в тему говорится. Ну, в принципе, у нас была запланирована песня «Арлекина Карабас». Она тоже про актрис и про актеров. Ее хорошо по трезвянке слушать. Да, но вот у нас заказывала Никита Алексеев. Я его не видела, честно говоря, в эфире. Никита Алексеев, ты слушаешь нас или нет? Напиши, пожалуйста. Ну, если даже он не слушает, мы можем и для Лены Аршавской спеть. Хорошо. Вот интересно, обязательно, да, попробуем «Арлекина Карабаса» спеть. Я просто там, как там, Старостина, Кориня, она еще на месте? Ну, была она, да. Просто мне кажется, надо было сделать какой-то небольшой сюрпризик. Вообще, для себя самого и для всех сразу. Есть, Никита Алексеев есть. Да, он ждет песню. Ну, хорошо, тогда не забудь мне, чтобы я для... Хорошо, я напомню. Карина, ты тоже отпишись, слушаешь ты или нет. Миша, хочу для тебя песню. Вот, а сейчас мы споем песню. Он учился играть на этой песне, конечно, хорошо учился играть на этой песне. Там три аккорда. Для Никиты Алексеева, заодно для Лены Аршавской, и для Зои, Наташи, кого там еще, всего «Перекрестка». Для театра «Перекресток». Да. И не только для театра «Перекресток», для многих театров. Вот, и песня... Для всех причастных к театру, скажем так. Для администраторов. Для каких-то образов. И в том числе для зрителей. Маленький такой момент, когда можно заглянуть в этой песне за кулисы. Но песня не о... Не о том, о чем вы думаете. Не о том, о чем можно подумать, не о легком поведении, а песня о профессионализме, друзья. О профессионализме. Потому что актеры, режиссеры, несмотря на все свои закидоны, собираются и совершают для нас чудо. Вот. Иногда преодолевая... А кто-то терпит их закидоны, режиссеров. Но не зря. Ну что, давайте споем песню. Все вместе, а вы подпевали. Карина здесь. Карина. Хорошо, Карина, жди. Хорошо. Так случилось, что в театре в поздний час Переводку Орликин и Карабас Говорили об искусстве, о большом искусстве. И о бабах разговор у них зашел. Всем известно, как напьются, как напьются мужики, так дерутся или чешут языки. В разговоре, через слово, через два, произносят нехорошие слова. Но мы люди интеллигентные, поэтому мы их замаскировали. И будем петь приблизительно так. Так беседе этой было решено. Что, 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 ты, мамочка, холодное бревно. Что, и полку, что, и волк, один и хрен. О, мастерина, как сейчас сама женишь адрен Колобину стало проще поиметь Раньше золото брала, теперь иметь И принцессу может снять сегодня всяк За бутылку, за стакан и за косяк Карабас достал еще один графин И вздохнув сказал Тоскливо, орлики Как тоскливо, орлики От этих рож Глядь, мальвина Стоп! Мальвину Ты не трогаешь Зная мальвину, я люблю И хоть не трус Десять лет молчу Признаться все боюсь Ведь мальвина Это чудо-существо Это сказка Это просто божество Раз девчонку так воспел Пьеро поэт Так у нее, наверное, даже Нет Ну, как у Барни Понимаешь? Или у Синди Я не понял Орлики Что за сюрприз? Ты чценично Перетрюхал Всех актрис Ну, весь театр Говорит Что это так? Так? Так! Даже страшную Старушку Шапоглят У Марины Никаких Отличий нет 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 С юных лет Она в мой ходе Кабинет Так что братец Я на ней Давным-давно Знаю каждое Родимое Пятно И стошнило И стошнило Орликина С этих слов Он был сердце свое Выблевать готов И с размаху Худрука Ударил в глаз Них! Чего себе? Подумал Карабас Карабас А потом Они сидели До зари Водки выпили Наверное Литра Три А на утро Репетиция Дренаж Читка пьесы Киносъемки И массаж Будет вечер И зашгут Прожектара Ура! Ура! И свершится То же чудо Что вчера Ура! Ура! Но в Марвинах Очарует Этот зал Будет музыка Овации Будет шквал Будет профи Орликин И карабас Это Раз Карабас Подправит Гримом Битый глаз Это Два Орликин Слежон И весел Как всегда Да? Да! Так аплодируйте же Дамы Господа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сергей Суровый, к сожалению, сидит без света. Ну, Сергей, если телефон разрядится, можно нас послушать записи. Так, что-то, а, вот карлики нашли, или где-то какого-то, индейцы какого-то, а, нет, это, по-моему, это я на меня сделал. Я догадываюсь, что ты это сделал. Да, это я тут. Балуется. Да, балуется оператор нашего эфира Елена Пинчук. Итак, что у нас там дальше? Мы еще не до... Да, у нас еще тут куча всяких заявок. Стихотворение я заказывала вам, Михаил, «Циник». Циник, 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 я, циник, борзого коня, я с разбега, с разворота направляю в те ворота, а в густейшие ворота. Все, кто были до меня, целовали те створки и священные задворки, что иконы с алтаря. Циник, 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 я, что? Плевал я на царя, на обричников убогих и на свод законов строгих. Банда! Царь за главаря. Я! Врагам вместо проклятия говорю, простите, братья, за убитые деревни, за сожженные поля. Вот такой, друзья, цинизм и позиция моя. Циник, 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 я! Спасибо. Спасибо, Михаил. Вот Витек Крайчук к нам присоединился. Витек, привет. Привет, Витек. Доброго тебе. Че, там доброго вечера? Ой, вечера. Да, так, як и у нас. Як там ваша жм... Кстати, москвичи, как вы там пережили эти летние дожди? Там в один день выпала месячная нома осадков по сведению. Я по Балтике услышал. Игорь Конюк вот поделился трансляцией. Он молодец. Ось, ось такие. И шось, там корене. Корене. Значит, корене. Кроме серьезных песен, мне иногда хочется писать глупые, но веселые. И я тут накидал кое-чего. И попробую сделать... Так, Витек пишет. Райчук. Привет. Он пишет. Привет. Дякую ему тэш. Привет, батькам. Так, так, так. Ось. Душераздирающая песня. Исполняется впервые. Друзья, это премьера. Я сам не знаю, как произойдет, но надо. Ну, относитесь с юмором. Этот инструмент может быть названием дуду. О, пока его нету, я только так. Я постирал свои портянки и заменил в трусах резинки. Грузинам нравятся армянки. Армянам нравятся грузинки. Вчера мы витвили две банки и потащились в гости к нинке. А после, кажется, к татьянке хотелось хоть какой-то венки. И вот в районе балгованки, надежно застегнув черенки, Мы взяли палки, сам себе алки и завершили селфи-снимки. Потом, ну, чисто так по пьянке, мы грели суп на керосинке. В гостях, как будто у армянки. Что странно, шли-то мы в грузинке. Там в супе плавали поганки, туда добавили мясинки. И чё, и чё, залезли в санки, запели будто в моринке. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Мы шли по городу, как танки, и завершали поединки. Если встречались нам мигалки, то мы шевеляли в них бутылки И танцевали под шарманки, такой гопак типа лизгинки В ладочках хлопали армянки, грузинки, даже осетинки А к ним с ума автостоянки, чертям своим забросив ринки Глотая капли валерьянки, спешили их же половинки За ними бросились пацанки, шатынки, всякие ботинки Никто не ждал такой подрядки, я потеряю свои ботинки А похмеляясь после пьянки, мы утром спорили узинки Грузинки лучше, чем армянки Что? Армянки лучше, чем грузинки А габардинские полкарки в платочках типа паутинки Лучше всех армянки, что? Лучше всех грузинки А ха-а-а, ха-а-а-а-а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну они значит там эти... Проблема так проблема Значит они показываются каким-то образом И каждый раз мне все... Бонжур, все нормально И что-то меня заклинило очередной раз Вот я встречаю очередную даму На очередном перекрестке И вместо бонжур я говорю Жетем Говорю... Бонжур Жетем мадам, проблема И вдруг у нее бунтки глаза И она как чесанет Дура что ли? Чего я сказала такого? Вот Маргарите привет от... Синельги Хорошо, вот Маргарита тебе привет от Синельги И от всех котов мира И кошек, да? Вот И... Я сказал, я вас люблю Проблемы У меня проблемы, я вас люблю И на карте небось показал точку Куда надо отправиться Так Маргарита Она сейчас не завалит А может не завалит Сиди, котейство Тут микрофон Микрофон Ааа Ну ничего Котейство Ее все равно не видно тут Ну пускай сидит Ну пусти Так Итак Французская песня Микрофон Микрофон Лишь весна Опять прикажет Как в лесу раздастся свист Точно трактор землю вспашет Вечно пьяный тракторист Точно войска в землю ляжет Прошлогодняя ботва Микрофон 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 Туан Я лечу над темным лесом Есть бумагя, есть пейзаж Мне уже неинтересен Этот мир надземный ваш Я единственный следитель Жуткой смерти божества Жетел Аа Туан Жетел Все это свадьба, драки, боль Но ни погоста, ни моста Жить по стойке вольно Уложила же чистота Это очень, очень больно Ты бы выжил, а я два Живе А ла Ла Живе А ла 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Что мы еще не исполнили сегодня? Да, но уже у нас времени не так уж много. Мы уже полтора часа поем. Я не знаю, Людмила Егорова есть у нас, я не видела. Она заказывала песню про цей. Но, Людмила, отпишитесь, если вы смотрите нас. Если нет, то мы пропустим эту песню. А вот Елена Прудникова была, она просила на середине жизни песню. Для нее давай стол. Как я без вас? Да так, без вас. Вначале будто бы свет погас. Потом он как бы появился. И так над днем по двадцать раз. Потом по десять раз над днем. Потом душевное меню. Вашли совсем иные блюда. Так что прощайте. Не виню. Конечно, помню, как сейчас. Помню эпохом и анфас. Вас, извините, плохо слышно. Перезвоните через час. Ну что ты, Люси? То есть свет. Ах, щена! Сколько зим и лет. Увы, вас слышно, еле-еле. Перезвоните на недели. Ну все, пока. Привет-привет. Субтитры сделал DimaTorzok Когда звонок с родней святыни, Когда запреты аморальные, Невероятно и реально Течет река Среди пустыни Любовь На середине жизни На середине жизни Субтитры сделал DimaTorzok В такой тоске В такой тоске В такой неистовой тоске На полчаса Порою денной Когда вокруг все гнезда Свиты Она придет Починит свитер Она поверит Она поверит Со вселенной Любовь На середине жизни На середине жизни На середине жизни На середине жизни И вот минутам стало тесно И наперёд уже известно, что сирень Одна сирень на подоконник бросит тень Она обидных слов не бросит Она заранее прощает и ничего Не обещая тихонько в дар Себя приносит Любовь на середине жизни На середине жизни На середине жизни Она обидных слов не бросит Она заранее прощает и ничего Не обещая тихонько в дар Себя приносит Любовь на середине жизни На середине жизни На середине жизни Любовь на середине жизни Спасибо, Михаил Я вот хочу сказать, что наш чатик объединяет людей с Фейсбука и Контакта Вместе они вот даже переписываются Светлана Ефремова спрашивает Чем же закончилась история с француженкой? Она в Фейсбуке А из Контакта ей Елена Аршавская отвечает История с француженкой плавно перетекла в любовь на середине жизни Да, кстати, там грузинки, армянки, может быть, американки Вот она пишет в истории с англичанкой, армянкой и грузинкой А потом накрыла всеобщая любовь на середине жизни Вот, друзья, я хочу пока небольшая пауза Поблагодарить вас за то, что вы делитесь анонсами наших концертов Вот, поделились Хочу особую благодарность сказать тем, кто поделился Руслан Раисов, Ксения Горелик, Инна Ильина, Андрей Ермолов Ирина Глебова, Наталья Ивонина, Модест Соколов, Лада Туманова Сергей Елизаров, Марьяна Абрамовна, Елена В В общем, я называю ваши имена, как вас зовут В интернете, да Большое вам спасибо, что вы делитесь Нам это помогает очень Спасибо тем, кто денежкой нам помогает, подкидывает Это нас выручает Да, это нас очень выручает Причем не надо сильно большими деньгами швыряться, друзья Давайте согласно тому, кто где сидит Вот кто в первом ряду сидит Тому, тот может и побольше высвать Представьте, в каком ряду вы сидите Может быть, кто-то там из кухни одним глазом поглядывает Это уже считается, как входной билет Может, там чуть-чуть кинуть И с чистой совестью Рубль 75 переслать, да и все Нателла Баратова пишет ЖТ Атуа Загляну на огонек Заглянула на огонек, а у вас тут пить Игорь Гонек пишет Слушай, Нателла Баратова Так, Нателла Баратова Хорошо Ага, хорошо Давайте, я, кстати, хочу сказать Что я вам сейчас расскажу Так, Матвей, Матвей, ты отвечаешь за сбор денег на эту самую На запись песни про Ингерман Ланди Я не лицовуюсь, ты, короче, объявляешь там в сети Сети Ингерман Ландцев Тем более, что у нас коронавирус, мы не плавали на корабле лишний раз Да? Светлана Ефремова пишет Ну ты досвистелся, Михаил У меня в саду соловьи, ответили Да, ну так бывает Соловьи сейчас поют Я, кстати... Заливаются Хочу рассказать Хочу Чтобы Вы выполнили мой заказ, Михаил Да И этот заказ, кстати, ответит Вот девушкам, интересующимся Чем закончилась история с француженкой Да? Про кассету На самом деле Песня началась с одного СМС Не СМС, а с пейджерного сообщения Она звучала так От француженки Да Было написано Поставила кассету И реву Она поставила кассету И ревет Она поставила кассету И ревет О том, что замужем уже не первый год О том, что молодость прошла Или вот-вот Она поставила кассету И ревет И закурила сигарету И ревет И ревет И ревет И ревет И ревет И прошлых дней Круговорот Ну почему он поступил Как идиот Ну почему он не сказал Что мы одно А начинала все красиво Как кино Еще июль Но она чурит Новый год Она поставила кассету И ревет 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 А расставаться было просто Нелегко А сердце ранено Светло и глубоко Пришла подруга Говорит, что все пройдет Но Она поставила кассету И закурила сигарету Светло и глубоко Рок-н-ролл! Хорошо. Спасибо вам, что вы исполнили. Ну, вот у нас, в общем-то, Людмила Егорова не объявилась. Еще у меня была такая идея спеть «Против летних дождей» песню. Ну, не знаю. Ну, которая, наоборот, чтоб дождь не пошел. А кто ее заказывал? И никто. Я думала... Давайте попробуем сейчас закончить премьерой песни. Потому что, на самом деле, на прошлой неделе, сразу после концерта по заявкам, мы довели до ума песню про волонтеров. Сейчас я, может быть, даже ошибусь. О, какое красивое сердечко прислалось. Да, с микрофоном. Спасибо. Класс. Я таких и не видела даже. Сама нарисовала, небось. Спасибо, Уля. Давайте закончим премьерой. Ох, дай Бог память, о чем там печень. Социальный заказ. Говорят, что современный мир кошмарен и жесток, что он глух, как пункт обменный, темит кредит и итог. Но печалиться не надо, если ты попал в беду. Знай, что помощь где-то рядом, но тебе уже идут. Не грусти, к тебе идут. Волонтеры, волонтеры, мастера простых еще нет. Кто с любовью и с задором лечит души, чистят лес. Волонтер готов трудиться не для премии, а за. За людей счастливых лиц, за счастливые глаза. Если ты не толстокожий и не глух к чужим слезам, волонтером стать ты сможешь и умножишь чудеса. Мир спасут не министерство, не полиция, не суд. А добро от сердца к сердцу и любовь наш мир спасут. Наш несчастный мир спасут. Волонтеры, волонтеры, мастера простых чудес. Кто с любовью и с задором лечит души, чистят лес. Волонтер готов трудиться не для премии, а за. За людей счастливых лиц, за счастливые глаза. Волонтеры, волонтеры, мастера простых чудес. Кто с любовью и с задором лечит души, чистят лес. Волонтер готов трудиться не для премии, а за. За людей счастливых лиц, за счастливые глаза. За счастливые глаза. За счастливые глаза. Слава всем волонтерам. Слава волонтерам, да. Мариана Абрамовна пишет песня «Жить помогает». Актуально очень. Антон Казак просит кокарду. Это знак к тому, что мы будем заканчивать сейчас нашу передачу, я думаю. Вот. И кокарда песня прозвучит, но немного не в таком виде, в живом, да? Наверное. Мы закончим. Мы закончим. А, точно, точно, точно. Видишь. Благодаря Максиму Горскому у нас нашлась архивная запись. Запись кокарды. 97-го года. По просьбе, да. 97-й год, да. Это вообще, это премьера была. Почти премьера. В 96-м мы получили первую премию. У нас еще были нормальные судьи, нормальные государства. Еще было, так сказать, еще в 96-м, 27-м. И Юра Шевчук нас пригласил выступить на фестивале «Наполним небо добротой». И в свое время нам уступил Чаев. И мы, так сказать, немножко засветились. Вот. И на следующий день ходили по юбилейному и раздавали автографы. Все, друзья. На этом мы потихоньку с вами прощаемся. Спасибо за то, что вы с нами были. За то, что вы напоминаете, за то, что вы переплощиваете, за то, что благодаря вам наши песни не уходят, как вода в песок, а попадают, находят своего зрителя. Потому что можно всю жизнь прожить и не встретить своего зрителя. И не найти свою песню. А может быть так получается, что именно своя песня находится где-то далеко в сети. И одни помогают найти другую. Есть такие песни, которые как жвачка из каждого утюга. А есть вещи, которые надо искать. Вот. Спасибо, Слава. Так что, да, спасибо. До следующего концерта. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что помогаете. Следующий концерт состоится уже летом. Да. 7 июня. 7 июня. Мы не будем прекращать эту историю. Нам нравится история. Она помогает по большому счету. Она даже интереснее получается в некоторых местах. Витя. Потому что вытаскиваются из сундуков такие песни, которые сам забываешь. Спасибо, Витек. Дякую. Щера. Вот. И поэтому... И поэтому спасибо вам. Спасибо за перепосты. Те, кто не может присылать рубль 75, вот. Присылайте просто перепосты. Это на самом деле еще, может быть, даже больше нам поможет, чем деньги. Вот. И так, Матвей, договорились, да, что мы потихоньку превращаем гимн Гермоландии, который вроде как подошел и понравился ребятам, превращаем в нормальную студийную работу. Вот. Там 1020. И думаю, что мы уложимся в эту сумму. Да. На нем подходящую студию нежадных операторов. Ну, сейчас как-то все ужимаются. Потому что все... Ах ты, Георгия Светланы. Ваякин. Ох, елки-палки. Гемен Двора. Привет, Ваякины. Вот. Очень вас помню. Ваш замечательный дом. Надеюсь, вы вас достроили. И там хорошо уже живете. Я помню, как выстроили Ваякины. Вот. Наверное, все, да? Да. До новых встреч. До новых встреч. Слушайте песню с гокардой в голове 1997 года. Совболос. Совболос. Добранич. Чус. И... Бабай. Бай-бай. Бай-бай. Бабай. Все, мы вас любим. Обнимаем. Обнимаем. И Маргарита тоже. Пока. Всех котов обнимает. и собак. Я выключила. Спасибо. Аптека и ларек Колючие кусты В них спятался царек Кругом хулиганьон Бандиты у ларька Срывает ветер плащ С костлявых в речь сарька Рука на кобуре И пальцев не разжать И надо хоть кого Ну хоть черта, блин, задержать Один среди зимы Стоит он на посту С горды в зубах От страха весь поту С кокорды в голове Ай-яй-яй-яй-яй-яй С кокорды в голове Ай-яй-яй-яй-яй-яй С кокорды в голове Ай-яй-яй-яй-яй-яй Собой, большой Кокорды в голове Вот они в краем По улице грибут Студента Загрибут Загрибут Старушку Загрибут Если ты домой Идешь немного пьян Возьму просто тебя Очнись С кокорды в голове С кокорды в голове Милиция всегда По-своему права Поскольку у нее Законные права Их нужно уважать Спокойно, не грубя Пока нет в голове Кокорды у тебя Кокорды в голове Ай-яй-яй-яй-яй Кокорды в голове Ай-яй-яй-яй-яй Кокорды в голове Ай-яй-яй-яй-яй Одной Большой Кокорды в голове Законные права Здесь предлагались мне Законные права Стоять лицом в стене Законные права Думинкой по лицу Ой, больно Думинкой по спине Всё можно под лицу С кокорды в голове Ай-яй-яй-яй С кокорды в голове Ай-яй-яй-яй С кокорды в голове Ай-яй-яй-яй Ты с одной большой кокорды в голове Возможно, мы, Владим, ходили в детский сад И ты открыл букварь лет двадцать пять назад В песочнице у нас так много было дел Ты взрослым быть хотел, я тоже взрослым быть хотел И с девочкой дружил, и слышал да и нет И в армию пошел, и видел этот брех Я думал много раз по-доброму со злом Ну, как случилось так, что стал ты, брат, козлом С кокорды в голове Ай-яй-яй-яй, скатардаю в голове Ай-яй-яй-яй, скатардаю в голове Ай-яй-яй-яй-яй, сосуд большой Скатардаю в голове Сказать мне могут ты Приятного не прав Встречаются менты Не нарушают прав Знаю одного Но песенку свою Пою не про него А про козлов пою Скатардаю в голове Ай-яй-яй-яй-яй, скатардаю в голове Молодцы! Молодцы! Скатардаю в голове Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй С одной Большой Скатардаю в голове Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok